Какие факты о сексуальной жизни ваших друзей шокировали вас? Всем привет! Хотел сказать огромное спасибо каждому, кто ставит пальцы вверх и пишет комментарии. А также не забывает подписываться на канал и бить в колокол. Это очень сильно радует меня. Спасибо каждому. А теперь к теме ролика. У моей жены была подруга в старших классах, которая хранила все использованные презервативы в коричневом бумажном пакете под кроватью. И судя по тому, что я слышал, их было очень много. Я узнала, что мой друг занимался сексом с моим женихом. Нет, я не ошиблась в формулировке. Моя лучшая подруга использует минеты как подкуп до безумной степени. Я имею в виду, что я сама не прочь немного подкупить этим своего парня, но она использует его на своем муже по несколько раз в день. Хочет кофе, но не хочет его готовить? Сосет. Не хочет мыть посуду? Сосет. Теперь ее очередь выгуливать собак? Сосет. Это довольно забавно. Она очень ленива, но предпочитает делать ему минет, вместо того, чтобы делать большую часть работы по дому. И по-видимому, это работает на него. Она не хочет секса так часто, как он. Поэтому она думает, что это делает его счастливым. Знает ли она, насколько проще просто сварить кофе, вместо того, чтобы делать минет? С другой стороны, она, должно быть, уже свела это дело к какой-то науке. Они лижут друг другу задницы, хотя являются гермофобами. Очень боятся бактерий. Он спал с клоуном. Хочешь увидеть волшебный трюк? Я могу заставить этот пенис исчезнуть. Много лет назад мой неуверенный в себе друг-девственник хвастался нам, что наконец-то потерял девственность с самой горячей цыпочкой. Мы не верили ему, потому что он всегда сочинял об этом истории, которые каждый раз были раскрыты. Он был одержим тем, что был девственником в 24 года, и его целью номер один было потерять ее. Излишне говорить, что он был не в здоровом состоянии, и мы изо всех сил старались укрепить его уверенность и убедить его, что это не имеет значения. Но безрезультатно. Он сказал, что на этот раз докажет нам это, чтобы мы знали, что он не лжет. Ну, однажды вечером мы были в пабе, и он привел ее сюда. Действительно великолепная девушка. Мы осторожно начинаем копаться в деталях их сексуальной жизни. Она очень откровенна и говорит, что была с моим другом в течение двух месяцев, и что он провел с ней ночь десятки раз. Впоследствии некоторые из нас подумали, что это был разговор, в котором он платит девушке за ложь. В тот вечер мы ни разу не видели, чтобы они целовались. В конце концов, мы смирились с этим и почувствовали себя счастливыми за нашего друга. Потому что, похоже, он наконец-то добился того, чего так отчаянно хотел. Мы никогда больше не видели эту девушку. Хотя это нормально, потому что мы обычно не приводим своих девушек, чтобы потусоваться. Через несколько месяцев я увидел ту же самую девушку в поезде. Я спросил, как поживает ее бойфренд. И она сказала, что у него все хорошо. Он ушел в военно-воздушные силы. Очевидно, мой друг-девственник все еще был в городе. Поэтому я спросил, ну, а как же мой друг? Ты солгала нам в ту ночь? Она сказала, что нет, он много раз приходил к ним домой для секса. За исключением того, что секс проходил исключительно между ней и ее бойфрендом, пока мой друг-девственник смотрел. Она была помешана на сексуально унизительных парнях. И я думаю, что мой друг-девственник считал, что это лучше, чем ничего. Затем до меня дошло, что формулировка, которую она использовала в тот вечер, была намеренно уклончивой. Хотя технически она не лгала. Я никогда никому не говорил об этом. Через несколько месяцев они расстались. И мой друг-девственник спустя годы все еще вспоминает истории о том, как он наконец-то это сделал. Но я просто подыгрываю ему и храню его тайну. В старших классах один мой одноклассник хвастался, что потерял девственность с одной дамой из нашей школы, которая оказалась матерью девочки на класс выше нас. Мы все называли это ерундой и спрашивали, почему он выдумал что-то подобное. Потому что это не только неправдоподобно, но даже незабавно. Перенесемся на полгода вперед. Ему придется несколько раз пропускать уроки, чтобы прийти в суд. Пожилая дама хвасталась коллеге о том, что спит с упомянутым одноклассником. И теперь пожилая дама сексуальный преступник. Друг не разрешал мне пользоваться его компьютером примерно 20 лет назад. Он сказал, что у него там есть вещи, которые изменят мое мнение о нем. Я отбросил эту мысль в сторону. Через 12 лет или около того, он женился и у него была маленькая дочь. Они бросили его в тюрьму за то, что у него на компьютере было безумно большое количество детского порно. Он был частью какого-то огромного кольца детского порно. Я узнал, что половина моих друзей регулярно устраивала вечеринки вчетвером. И грубо не приглашали остальных. Слушай, я не профессионал в этих делах. Но я могу приготовить запеканку из картофеля, которую принесу на праздник. Если позовете. Я парень. Один мой друг думает обо мне во время секса, чтобы прервать возбуждение. И это могло продлиться дольше. Как ты себя при этом чувствуешь? Странно? Ты польщен? Равнодушно? В основном странно. Я имею в виду, что мы оба натуралы. Пойди разберись, что у него в голове. Моя подруга занималась анальным сексом со своим парнем в течение 5 лет. Прежде чем заняться вагинальным сексом. Она слишком боялась, что забеременеет. Я ничего не имею против анального секса. Но этот факт потряс меня до чертиков. Моя лучшая подруга в колледже вступила в довольно странные сексуальные отношения с одним чуваком на некоторое время. Они занимались БДСМ вещами. Ни одна из которых особенно не шокирует меня. Но я помню, как посетил ее квартиру и случайно увидел ложку в ее комнате и спросил, почему она была там. Она сказала, что ей так нравится вкус его спермы, что он дрочит на ложку и кормит ее, пока она связана. Я не думал, что она когда-нибудь по-настоящему шокирует меня. Но это все-таки случилось. Подожди, пока они не узнают, что вы можете кончить прямо в рот человеку. Делать это на ложке кажется неудобным. Добавлено, ребята, это была шутка. Я знаю, что они, скорее всего, знают о способности вставлять пенис в рот. Одна пара, с которой я дружил, увлеклась игрой в некрофилию. Он заставлял свою жену принять ледяной душ, быстро обсохнуть, а потом она просто лежала, пока он трахал ее холодное неподвижное тело. И им это очень понравилось. С такого рода историей я всегда задаюсь вопросом, насколько увлечен другой партнер на самом деле. Или они просто решили, что любят другого человека достаточно, чтобы пойти на это. И теперь притворяются, что наслаждаются тем же самым. Я имею в виду, они же не могли это обсудить сразу же на первом свидании, не так ли? Я хочу трахнуть мертвое тело. Чек, пожалуйста. Человек, который попросил чек, увлечен или испуган? Лучшая подруга в старшей школе встречалась со старшеклассником, но он закончил школу и бросил ее. В следующем году его брат перешел в старшую школу, и она начала встречаться с ним. Она лишила девственности их обоих. Достижение разблокировано. Эскимосские братья. У моей подруги была тщательно продуманная пиратская ролевая секс-игра. Мы были с соседями по комнате в колледже, и я слышала гораздо больше, чем ожидала. Кроме того, парень, с которым она занималась этим, плохо пахнет, и носит эти шлепки с разделенными пальцами. И носит эти шлепки с разделенными пальцами. Фу. Ну, я узнал, что он любит устраивать гэнгбэнги. Он и меня пригласил на одну из них. Добавлено, я пошел. Я не должен говорить об этом. Мой сосед по комнате сломал свою кровать, после того, как пришел домой со своей девушкой. Пока что все довольно обыденно, хотя и довольно забавно. Потом я вспомнил, что помогал ему собирать эту кровать, когда мы переехали. Кровать имеет две решетчатые рамы. Как, черт возьми, они это сломали? Мой лучший друг никогда не мастурбировал, пока я не рассказал ему о своем опыте. А потом он действительно сделал это и поставил под сомнение свое существование до этого момента. Мой друг постит себя и свою девушку на порнхаб. Одна моя бывшая подруга вытирала задницу своему мужу после того, как он ходил в туалет. Сначала она стирала ему белье, а он оставлял пятна на нижнем белье. Для нее, и я не уверена. И это перешло в некоторые унижения. Она проверяла его, когда он каждый день возвращался домой с работы. Она сказала мне это, когда мы сидели на улице и курили сигарету. А потом мне пришлось сидеть напротив них обоих за самой длинной игрой в монополию. Однажды я узнала, что одна из моих подруг носила стропон и трахала своего мужа в задницу почти каждый раз, когда они занимались сексом. Я не помню, как вообще возникла эта тема, но по-видимому, ему это нравилось и она была рада услужить. Он сказал, что когда ему было 20 лет, он попробовал это с другим мужчиной, но на самом деле не нашел в этом никакого удовольствия. Потому что ему нравится играть с сиськами, когда его пашу. Поэтому ему нравится делать это только с женщиной. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, а также писать комментарии и бить в колокол. Кстати, не забудьте посмотреть вот эти два ролика. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok